Видео записывается на Fuji X-A3. Выбирал этот фотик как вариант для съемок фотографий и видео, грубо говоря, как универсальник, чтобы все в одном было. Он достаточно компактный, правда, какие-то объективы у него все равно громоздкие, ну, как он там отдельно на видео будет заметно. И, короче, выбор был брать, либо Sony, где-то RX100, по-моему, Sony RX100 модель, но там разные версии, M1, M2, M3, ну, так, в общем, там, в общем, в бюджет, вот этой камеры с пробегом, условно, там до 20 тысяч рублей, если надо, что-то более-менее компактное, там RX влезает только Mark I, там, или Mark II, как он там идет, M2, по-моему, даже уже выходит. И он, там была какая-то, типа, проблема, многие жаловали, что там они перегревали в свое время. Это тоже касалось серии Sony A5000 до вплоть Sony A6, там, или A6300, там разные тоже варианты есть. В общем, я от них отказался, потому что, типа, было раньше, там, на форумах все много жалоб на то, что перегревается она, когда видос снимает, то есть долго видео не снять. Про Fuji, к сожалению, еще сложнее с тем, аж там вообще про него информацию, отзывы найти вообще трудно. То есть там получается, что никто этот X-A3 толком модель, видимо, не покупал, но, не знаю, может, отзывы просто на нее люди не оставляют, и в продаже их особо нет. Вот. Больше про X-A5 и более старшей модели X-100T, на которой там уже одна тушка стоила, там, от 35 до 50 тысяч без объектива. Ну, то есть там уже немножко другого уровня камера. А на эту я нифига не толком не мог найти, было несколько обзоров там просто в этих изданиях, но непонятно. Я взял просто потому, что этот цветопередач очень хороший. У Fuji, конечно, по сравнению с Canon и Sony, он именно под фотографией, конечно, заточен. Вот сейчас снимаю в качестве эксперимента это видео, чтобы хоть понять, как он... Вот, потому что у меня есть идея снимать дальше постоянно видеоролики, видосы, отрывки на выбор либо на смартфон, либо на вот этот Fuji. Но тут, конечно, блин, понятно, что с фотоаппарата видос это не самая лучшая идея. Хотя раньше и сейчас, даже по сей день, многие на зеркалке снимают видео, и никто не жалуется. Там эти, блин, каноничные уже, там эти есть Canon, блин, EOS 5D Mark II, там офигенные. Вот Olympus я смотрел, кстати, там тоже Mark II, у которого была модель. Он чуть-чуть подороже Fujiko был, но у него там уже видоискатель есть, и там типа крутой стабилизатор у него встроенный. И автофокус, то есть вот, по крайней мере, если брать вот, было ценовую категорию, там 20-30 тысяч, условно, если там хочешь потратиться. Просто попробовать в качестве эксперимента, это не для коммерческой деятельности в устройствах, потому что, конечно, если там заниматься профессиональной фотографией или какой-то видеосъемкой, надо более высокого класса аппарата, но, опять же, кто-то умудряется и на смартфоны офигенный контент делать. Поэтому, опять же, не дешевые, не за 10, и даже не за 20 тысяч там смартфонов люди обычно задействуют, а такие уже топовые идут. И вот сейчас как бы вопрос, потому что вот этот фотоаппарат, он все равно, он такой достаточно громоздкий, то есть его везде, где захочешь видео снять, его не закрепишь. Куплен, значит, этот штатив, но со штатива снимать всем удобно. Штатив большой, расходной такой, удобный, прочный, то есть на него на винтирую и все, нормально, легко можно снимать. А если вот здесь вот крепить всякие кронштейны, или вот этот штатив, этот осьминог куплен, то есть его легко вот сюда вот на рукоятку я накрутил, сюда он ставится, то есть как бы чисто как такая универсальная держалка для видеоустройства, он классный. Но я попробовал просто обычный компактный фотик подвесить, нормально, все снимает, особых дрожаний нет, если там по хочкам, по ухабам не трястись, иначе GoPro, конечно, камера нужна, а не фотоаппарат. А вот эту штуку, к сожалению, подвешивать куда-то в таких положениях не получится, он все равно более тяжелый, и там нужен либо просто очень мегапрочный штатив, который для экстремальных съемок, который удержит, ну, в принципе, увесит он для этого. Поэтому как бы в перспективе сейчас я ищу для постоянной видеосъемки, чтобы легко было его снимать, значит, варианты два, либо видеокамера полноценная, но там опять же такая ситуация, что в ценах хорошие видеокамеры, вот именно, у которых будет картинка срочная, такая, не плоская. Вот, например, там Panasonic 760, 770 модель есть, их все рекомендуют, как камеры начального уровня, чисто, ну, для тех, кто пока только пробует снимать. Ну, блин, она что-то новое, тоже подозрительно, там дешево стоит, 20 с небольшим тысяч. И понятно, что она под видео заточена лучше, чем любой фотоаппарат, и я думаю, даже чем большинство смартфонов. То есть там все-таки этот и зум больше гораздо, и я думаю, со стабилизацией с ним, наверное, проще работать. Но, как бы, получается, там такая фишка, что, чтобы получать более-менее уже такую, ну, ближе к киношной картинку, без доп, обработки, без фильтров, эти камеры уже профессионального уровня, они очень дорогие, они там стоят уже, там, несколько сотен. То есть такое устройство не всем подходит, и мне в данный момент тоже, потому что я на этом не зарабатываю, у меня смысл, она не окупится, не отобьется никак. Просто там, типа, для удовольствия такую штуку, игру, как игрушку, покупать смысла нет, потому что в цене она дико упадет, ее там продажа 10 раз дешевле, спустя сколько-то лет. Я в этом смысла не вижу. Поэтому вариант сейчас такой, попробовать поснимать вот эти видосы на Fuji, дальше пробовать со стабилизатором, я вот сейчас ищу, какой стабилизатор лучше купить, чтобы его можно было и под смартфон использовать, и под фотоаппарат. Ну вот, посмотреть, как с ним будет получаться все это, насколько это эффективно. Потому что здесь встроенный стабилизатор есть, в X-3 в этой модели есть встроенный. В принципе, работает он неплохо, то есть даже при ходьбе, когда снимаешь видео, он видно, что отрабатывает, то есть нет такой прям тряски там, ну все. Но чтобы прям получать прям вообще такую плавную гинематографичную картинку, этого недостаточно. Поэтому еще второй вариант – это смартфон. То есть надо выбирать какой-то один из топовых смартфонов, которые заточены под видеосъемку. И, как я понял, сравнение обзоров и прочего, то есть еще и смартфон должен быть тоже с каким-то встроенным стабом. А внешний стабилизатор, понятно, все говорят, что лучше, когда он хоть какой-нибудь, чем никакой, ну, наверное, электронный. Я так посмотрел, чтобы не заморачиваться с настройкой там этими грузиками съемными. Я хочу попробовать купить электронный какой-нибудь компактный, недорогой, понятно, непрофессиональный. Ну, какой-нибудь там, я не знаю, Xiaomi-шный тоже там какой-нибудь для начала. О, красиво, кстати, смотри, вот тут число, красота вообще. И смартфоны все там называют этот, значит, этот Google Pixel был второй, там третий потом, но у нас в продаже особо нет. То есть это уже такой экзотический вариант, хотя говорили, что фото и видео потрясные были. Значит, самый, типа, крутой, навороченный и дорогой вариант – это, естественно, iPhone XS. Ну, тоже, как бы, я хочу на Android, я iPhone вообще никогда не хотел, я им не пользовался, мне не хочется. И он плюс дорогущий, он там сам до сих пор там прилично очень стоит, то есть нет смысла. Я его буду использовать здесь чисто как камеру, но мне тогда есть смысл за эти деньги уже посмотреть такую полупрофессиональную видеокамеру с пробегом, условно. То есть она в любом случае, я думаю, будет лучше, чем iPhone. Вот, а вот если брать бюджет такой средний 20-30 тысяч, то, грубо говоря, не жалко потратить, чтобы там, ну, если с ним что-то случится, или там разобьешь, ломаешь, хотя денег не будет там таких этих жалко, то вот тут сейчас вопрос, как бы, что выбрать. Вот, потому что фотик, конечно, вот этот он очень крутые снимки за свои деньги, я вообще считаю, что вот этот Fuji, это прям, блин, вот их можно взять, ну, их мало в продаже, к сожалению, но за 20 тысяч рублей, условно, там 20, ну, плюс-минус там 2000 они стоят, вот именно XA3, плюс есть XA5 модель, которая чуть-чуть покрупнее, ну, я имею в виду классом чуть-чуть повыше, но там незначительная разница с этим, на самом деле. Она вот за 20 тысяч, я считаю, просто прекрасная беззеркалка. Качество фоток, по крайней мере, вот если нужно именно качество фото, он превосходный. Цветопередача такая, что она даже в дальнейшем коррекции особо, ну, то есть если ты более-менее там правильный ракурс выбираешь и нормальное освещение, то она даже никакой коррекции дальше не требует, ни в Lightroom, ни в Photoshop. Я вот пробовал, в Photoshop запихиваю фотки, и 90 с лишним процентов фотографий, которые я вот так вот делаю с рук, без штатива, без до-вспышка, вообще без всего, просто вот в авторежиме, она вообще никак не меняется, то есть я в Photoshop ставлю, применяю там всякие эти автокоррекции, там с уровнями можно поиграться, то есть она не меняется, вот что кайфово. То есть Fuji в этом плане дает очень качественную и при этом естественную цветопередачу. Это то как раз, что нужно, ну, как бы я считаю, большинству фотографов, чтобы не только там-то отснял, потратил время, вот он пришел, еще ковыряешь с фотографиями несколько часов. Здесь классно, ты ее отснял, причем даже не в RAW формате, в этом, в Mega там, который фотография весит 50 мегабайт, а просто в JPEG, он классный. Вот тут вообще ничего не могу сказать, считаю, что угадали. То есть с выбором вот этого фотика просто угадали. Вот, 6 минут. Вот. А брать что-то более крутое уже, ну, зеркалку не хочу и не хотел, потому что все-таки более такая она крупная, громоздкая, и вообще сейчас, мне кажется, время зеркалок, оно все-таки потихоньку уходит. Сейчас все переходят на беззеркалки, на экшн-камеры, и как раз, я думаю, сейчас в ближайшее время еще дальше будет развитие в этом плане смартфонов. То есть смартфоны сделают настолько универсальными в плане съемок, что они, может быть, даже в дальнейшем, в каком-то обозревом будущем вытеснят и зеркалки, и беззеркалки. То есть, я не знаю, мне кажется, возможно, все придется сейчас достаточно скоро к тому, что зеркалок не останется вообще, останутся удобные беззеркалки. Компакты тоже вообще вымрут полностью, потому что их заменят еще более компактные, удобные, современные смартфоны, где вообще ничего не надо. То есть у тебя все в одном устройстве. И что касается видеосъемки, потому что, например, хуже фотографии и видеосъемки, чем на компактике, там всякие, вот то, что у меня были там, у меня был Olympus, у меня потом сейчас Samsung был. То есть вот хуже качество, чем на них, фото и видео, было только на самых бюджетных смартах, телефончиках. Поэтому вот сейчас вопрос, какой смартфон взять и какой стабилизатор к нему. Потому что, по сути, есть и блогеров много, и людей даже, которые профессионально занимаются, блин, они ставят там топовый смарт, либо какой-то там Google Pixel, либо iPhone, либо какой-то там Honor, Huawei. Они ставят его, вешают на какой-то классный электронный стабилизатор, на него дополнительно цепляют микрофон. И еще какое-то устройство, там дополнительно рамка такая есть с рукояткой, тоже типа Допстав. И оно вот это все в комплексе, телефон обвешанный вот всеми вот этими вещами. Он позволяет при нужных навыках, оператора, условно, кто его направляет, получить картинку не хуже, чем у обычного человека, который взял в руки даже профессиональную видеокамеру. То есть тут понятно. Мне что самое главное, чтобы четкость картинки была, и, конечно, скорее всего, придется все-таки, наверное, с поддержкой 4К брать, потому что вот этот X-A3, он поддерживает только Full HD на разной частоте кадров. 4К нет. Но 4К, конечно, сейчас нужна просто для того, чтобы, например, потом я захочу это конвертировать в видео Full HD, которого у меня достаточно. Но понятно, что конвертация из качественного источника с 4К, а конвертация Full HD с него будет заметно лучше, чем когда ты просто отснял на Full HD, порезал его, применил фильтр, конвертировал, ужал. И, конечно, четкость, вот эта пиксельность картинки будет совершенно другого уровня. Поэтому, скорее всего, сейчас буду искать смартфон с поддержкой 4К, потому что, конечно, 4К видеокамеры, они значительно уже на порядок дороже идут, и они все равно более громоздкие. То есть я что хочу? Я хочу, чтобы можно было, например, так в машине снимать, еще где-то в движении, там, велосипед, автомобиль, чтобы смартфон, можно с помощью креплений штатива и прочего укрепить. Он легкий, компактный, и при этом, если выполнить на стабилизатор, еще что-то, можно очень качественную картинку получить совершенно разных, без креплений, как бы с ракурсов разных. К сожалению, вот видеокамера полупрофо все такого уже не позволит. Вот как бы из рук ее, к сожалению, никуда не выписываюсь. Вот. Экшн камеры не подходят. Посмотрел тоже Sony ADDX 3000 и прочее. Блин, не подойдет. Нужен постоянно нормально, чтобы экран был перед глазами, дисплей, как она снимает, желательно поворотный вот здесь, но отключу смартфон, здесь контрольный большой дисплей. Вот, как бы, критерии вот такие. Сейчас буду искать. Так, в Питере снова красота. Где-то. Экшн камеры. Экшн камеры. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...